Квадратные метры раздора. С 2017 года Анна Петровна Ботова получает штрафы за то, что занимает кусок униципальной земли. 18 квадратов когда-то были частью ее участка, но после реконструкции улицы Димитрова перешли в собственность города. Об изменениях женщина узнала, когда запросила план межевания участка в связи с выравниванием с северной стороны границы. Копию документа пенсионерка получила не сразу. Межевой план был готов 20 сентября 2016 года. Я получила межевой план в феврале 2017 года и то от прокуратуры. То есть я постоянно ходила в прокуратуру, потому что мне отказалось с кадастровым семьер Тарасова выдать межевой план. Я заплатила 12 тысяч, а мне на руки межевого плана вообще никакого не дали. Мы просили оригинал межевого плана. Тоже не предоставили. Это суды такие у нас несправедливые. Тоже судья отказал. Они подпись мою подделали. Я не подписывала этот межевой план. И тоже отказывают мне в экспертизе моей подписи. Согласно копии документа, часть земельного участка со стороны дороги отошла в муниципальную собственность. И забор пенсионерки оказался на городской территории. Теперь за то, что Анна Петровна занимает муниципальную землю, специалисты при каждой проверке выписывают ей штрафы. Женщина с этим не согласна и утверждает, что замеры выполнены неверно. Пересечение вот той границы с этой, то есть она является поворотной точкой. И на ней обязательно должны быть координаты этой точки. А на межевом плане, действующей моей границы, этой точки нет. Как из этого можно вычислить занимаемую площадь, которую я якобы у них отбираю? За разъяснением ситуации мы обратились в Саровский отдел управления Росреестра. Там нам рассказали, что при реконструкции улицы Димитровой для расширения дороги часть участка Анны Ботовой изъяли. Взамен ей расширили земельные границы на 137 квадратных метров с другой стороны дома. Значительно увеличилась площадь этого земельного участка. Однако данная гражданка продолжает утверждать, что та часть 18 квадратных метров, которая была выявлена в результате проверки земельного инспектора, принадлежит ей. По какой причине Анне Петровне не выдают оригинал межевого плана, нам выяснить не удалось. Сдвинуть забор на место, согласно обновленной планировке, хозяйка отказывается. Говорит, что это слишком дорого для нее. Поэтому штрафы продолжают накапливаться. Либо эта земля не будет ей передана каким-либо образом в собственности, по решению суда, по каким-то либо еще причинам. Пока она не оформит ее на себя, она так и будет получать указанный штраф. Потому что предписания ей выдаются периодически. Устранять нарушения она не хочет. Пенсионерка утверждает, что каждый месяц ее пенсии вычитают 50%. С несправедливостью она настроена бороться дальше. Дарья Кузина, Константин Островский, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.